Мы вспоминаем начало войны против нашей Родины. Грозный враг, который покорил всю Европу, вступил в священные рубежи наши с полной уверенностью в скорой и полной победе. Но мы знаем, что получилось в результате. Самая мощная армия, покорившая всю Европу, во многом отличавшаяся от тогдашней нашей армии вооружением и многими другими характеристиками, наткнулась на непреодолимую твердыню. Это была и армия страны нашей, и весь народ. Все встали на защиту Родины. И никакой вражеской силы не хватило, чтобы сломить, разрушить эту твердыню. Ну а движущей силой людей была любовь к Отчизне. Мы любим родителей своих, близких, родных. Так устроена человеческая природа. Но наша любовь никогда не может замыкаться только на тех, кто связан с нами узами кровного родства. Бог призвал нас к большей любви. И в Слове Божьем сказаны поразительные слова. Нет больше той любви, как кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя, то есть за ближних. И вот эта заповедь в первую очередь реализуется в вооруженных силах, которые призваны защищать Отечество. И каждый, кто принимает присягу, кто сознательно вступает на путь служения в вооруженных силах, связывая большую часть жизни своей с этим служением, отдают себе отчет в том, что они встают в ряду тех, кто обещается до конца дней своих, даже несмотря на опасность положения жизни своей, защищать Отечество. И вот этой силой духа людей, высокой организации вооруженных сил, а сегодня, конечно, и высоким уровнем вооружения, и обеспечивается безопасность, независимость и свобода нашего Отечества. И в вашем лице я приветствую все вооруженные силы России, всех, кто защищает Родину, всех, кто обещает ее защищать, как уже было сказано, до последней капли крови. Дай Бог, чтобы никто из вас, и всех тех, к кому я сегодня мысленно обращаюсь, не положил бы жизнь свою на полях войны. Но каждый из тех, кто вступает в ряды вооруженных сил, обязуется защищать Родину, в том числе и ценой своей жизни. И это единственная специальность, это единственная работа, которая на Родине называется служением, которое требует жертвы от тех, кто вступает на этот путь. Отсюда проистекает уважение к вооруженным силам. Такое, как, наверное, ни к одной другой профессии. Продолжение следует...